МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии «Працой» Наталья Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Ситуация стабильная. В области зарегистрованы один из завозных выпадок захворывания на коронавирус. Граница часова закрыта. У новойгуте сёння побывали наши корреспонденты. Господарки протягиваются обу ранних яровых. План выполнен практически на треть. А зараза б гэтым иншим больше подрабязна. Выники социально-экономичного развития Беларуси подводили сёння у Палацы Незалежности. Керавник державы, совет министров, администрация президента, губернаторы обмерковывали финансовые показчики за 2019-й. Бегучая 12 месяцев, а пошня у гэтым пятигольдзе. Як азначу Александр Лукашенко, с одного боку забеспеченный рост заработной платы и пенсии на 6%, на треть удалося нарастить золотовалютные резервы, извести до минимальных показчиков инфляцию, и она нижайшая за 5%. С другого, заработать удалось далеко не у сём. Не достигнуты 4 из 7 важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и нашего национального банка. Речь идёт о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и, главное, уличении волового внутреннего продукта. Прирост на 1,2%, мягко говоря, очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба, я имею в виду и регионы в том числе, по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогрессов которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу. Рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. Интересно, ещё долго может сохраняться такая тенденция? Мы слишком много внимания уделяем тому, по какой цене будем покупать нефть и в каких объёмах. Какой курс валюты в странах торговых партнёров, какие ограничения они вводят для нас. Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Давайте конкретно озвучим те недостатки и достижения, которые мы имеем на сегодняшний день по итогам прошлого года. И самокритично и честно признаемся в том, где мы недоработали. Обозначим эти места и направления. При этом хочу предупредить. Не должно быть наката на правительство, а правительство не должно отпихиваться от тех замечаний и критики, которые сегодня прозвучат. Страна у нас одна. И, как говорят народы, в одной лодке. И плыть будем в одном направлении. Ключовые проблемы, которые стремливают мягчимость белорусской экономики, ликвидуются вельми повольно. Больше за то, президент обратил внимание, что планы на 2019 рихтовал девочий состав Урада. А значит, ему и держать отказ за экономические показчики. За то, что добрые уклады у воловы внутренний продукт страны унес IT-сектор. Уклады прирост экономики уже сопоставны с реальным сектором. Однако, в целом, работа на внешних рынках – все еще питание острое. Тема внешних рынков сбыта уже набила оскомин. Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалил. Приток импорта увеличивается. Оваловый внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса. Экспорт – приоритет пятилетки. А мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционно. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все. И цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля. Требует внимания финансовое состояние организации реального сектора. Но возможные решения не должны затрагивать бюджет. Эффективность работы, прежде всего, госсектора выше не стала. Это существенная часть экономики и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом. Подавляющее большинство районов должны иметь более высокие темпы развития, чтобы в нашем обществе не возникало разделительных линий по уровню доходов и качеству жизни населения. Обмерковали на нараде и эффективность работы держсектора, и планы на наступные пять годов до 2025 года. Нагадаем, одна из ключевых методов – достигнение волового внутреннего продукта не меньше 100 миллиардов долларов. Потребования президента серьезно отнестися до программы социально-экономичного развития. Парадок дня 2025 мает потребу у серьезной допрацовцы. До речи, этому вопросу могут в будущем присвятить особную нараду. У Гомельской области ситуация по коронавирусу стабильная. Зарегистрованы один из завозных выпадок. Пациенты находятся у стационара инфекционной больницы. Темчасом служба Аховы здоровья готова для реагования на разные варианты развития падений. Об этом поведом и уголовный державный санитарный урадж Гомельской области Александра Тарасенко по час брифингу с подробностями Евгения Кухаронак. Головным управлением Аховы здоровья Гомельского обл. Виканкама распрацованы план мероприемствов на выпадок позаштатной ситуации. У его выходят перепрофиливание трех медицинских установ областного центра и створение необходимого запаса средств индивидуальной Аховы для работников. Сегодня в регионе нет необходимости вводить этот план в деяние. Усиме дустановы працуют в штатном режиме. Круглосуточно деяничают санитарно-карантинные пункты, что организованы на державный мяжи с Украиной. Сегодня главные, как люди не утуивали факты наведывания эпидемично несприяльных районов замежных краин. Более, так скажем, тщательному контролю подвергаются граждане, которые приезжают из Ирана, Южной Кореи, Италии и Китайской народной республики. Но, как мы все знаем, что и страны Евросоюза, и Франция, Испания, и Германия, они довольно большое количество регистрируют, поэтому подлежат тоже обследованию. Это измерение температуры тепловизором или же бесконтактным термометром. Установам эдукации, культуры и спорта эпидемиологи райсутрымливаются от проведения массовых мероприемств. Профилактичные рекомендации накироваются так само угандлевые кропки на предприемства и во установе в области. Мы рекомендуем, сейчас такая работа проводится по всем местам массового пребывания, для того, чтобы устанавливали локтевые, ну или просто дозаторы для того, чтобы антисептиком воспользоваться можно было любому посетителю. Плюс влажная уборка, обработка поручней, ручек, дверей, значит, дезинфицирующими средствами. Жахарам в области лепш устрематься от наведывания массовых мероприемств и мест с великой колькостью людей, выкористовывать средства индивидуальной обороны органов дыхания, выконовать обычные правила особистой гигиены. По всех хвалюющих питаниях на конткоронавирусной инфекции сегодня можно звернуться на гаражей линии у Гомелли. Специалисты Головного управления «Ховы здоровья» Гомельского обл. Канкама откажутся по номеру телефона 503204. Гомельского областного центра гигиена эпидемиологии и хромадского здоровья 757056. Обращаются к нам граждане на гарящую линию, можно ли обследоваться. Пока, к сожалению, нет, потому что все диагностикумы, которые есть, они на бюджетной основе и закуплены, и проводятся исследования только по эпид-показанию. Уся оперативные новины и докладные дадены по ситуации с коронавирусом в Беларуси размещаются на сайте Министерства «Ховы здоровья». Отповедной его информации, в нашей стране на сегодня зарегистрировано 36 пациентов с остановочным лабораторным тестом на наявность коронавируса. Три пациента выписаны, трое рыхтуются до выписки. У восьми маются минимальные предметы инфекционного процесса, проводится необходимая терапия, сгодно с отвердженной инструкцией. Один из пациентов находится в состоянии средней ступени тяжкости с остановочной динамикой. У остальных предмет инфекционного процесса нема. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Компания ОГОМИЛЬ». Семь часом карантин за коронавирусу обвестила Украина. Сутки тому Украина-суседка закрыла уезд на свою территорию иншаземцам. Сенне спыненые усе международные и внутренние пассажирские зносины. Як працую во умовах закрытые мяжи, один з найбуйнейших пунктов пропуску региона доведалися наши корреспонденты. На уезде в пункт пропуску «Новая Гута» автотранспорт сустракалась пограничниками в медицинских масках. Узмацнение санитарного контроля – неодинная бада измена, яка отбылась в работе погранперохода. В остатнем – все в штатном режиме. Навозь загруженность изменилась кардинально. В пункте пропуска «Новая Гута» за последние сутки значительно уменьшился пассажиропоток. Однако это не повлияло на работу и осуществление пограничного контроля самого пункта пропуска. И саправды, размовы об чергах нема – ни на уезд, ни на выезд. На территорию пункта пропуску заезжаются одинковые автомобили. У основным – грузовые, на легковых, на шмат меньше. Это либо белорусы, которые подвозят украинцев до новых Ярыловичев. А потом вертаются на либо украинцы, которые едут домой. Причем проблем с этим, выполнены они, не будет. Мы когда выезжали, мы, кстати, узнали, спросили, сказали, что граждане Украины будут пускать по-любому. Так что никаких сомнений, все хорошо. Когда закрытие мяжи для украинцев не проблема, то воспринение пассажирских взносинов створает неприемности. Добраться до дому часом становится проблемой. Андрей Болотин летел из Москвы во Украину про Зминск. У столицы Беларуси доведался, что его рейс отменили. Добраться до мяжи на автомобиле допомогли земляки. Я поехал без денег. И я ребят просто, ну, тоже украинцев встретил. Ну, и они как бы мне помогли. Без них сложно было бы. До незручности украинцы относятся с разумением. Головное, как принятые меры допомогли спыниться с повсюдживанием коронавируса. Сергей Яковенко так само сутокнулся с логистичными проблемами. С Херсона, где наглядал за состарелой мать, беларусь вертался спочатку на автобусе. А потом на сподорожных автомобилях. Херсон, Киев, Киев, машина, машина, машина и сюда до машины. И тут тоже. То есть, наверное, четырех-пяти перекладных ехали. Для водителев велика грузов с закрытием межа у ничего не изменилось. Не они так само протягивают працевать у штатным режиме. Не они увлекут их, кто мая право пересекать мяжу подчас забороны. А б тым, что в Украине карантин, кажуть, прикметно только на пунктах пропуску. Я бы сказал, что ничего не видно такого, чтобы что-то происходило. Все как обычно. На границе вот именно что автобусов, легковое движение меньше стало. А так по фурам, как было, все так и есть. Тих, кто мая на мер пересекший украинскую границу, беларуские пограничники попередживают. До парадов прислыховывается не все. За данные сутки украинской стороной не пропущено 16 граждан. Это граждане Беларуси, Российская Федерация, граждане Турции. При этом, при исследовании через государственную границу, данные граждане были предупреждены сотрудниками органов пограничной службы об ограничении въезда иностранных граждан на территорию Украины именно украинской страны. Обмежевание на украинской мяжи протягнуться до третьего красавика. Это в том случае, когда не будет принята и других решения. Максим Савин, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». До других тем. Господарки Гомельщины протягивают сяубу ранних яровых культур. По оперативной информации Минцель-Газхарчу, зараз план выполнен практически на треть. Наши корреспонденты ознайомились с ходом работ в Лоевском районе. У коммунальным сельско-господаршем предприемстве «Малиновка Агра» на полевых работах занятыя большая частка техники. Значных проблем подчас ей подрыхтуки не возникло. Нечто одрамонтовали сами, нечто у районном агросервисе. Кажут, что там все зарабили на выдатно и по примальных ценах. Что тыжится специалистов, то селета сбоку никого не запрашали, а вышлися выключно своими силами. 10 дней мы должны закончить. И потом переходим потихоньку в сел кукурузы. Это где-то с 10 апреля будет сел кукурузы. Нам 2000 сел кукурузы. Для проведения весенних полевых работ на сегодняшний день достаточно. Техника исправна. Механизаторы. Ну, есть механизаторы. И удобрения тоже есть. Топлива, перебоев на сегодняшний день нет. Напереды дни поселной у Малинуцы Агра распрасовали меры заохвачивания для механизаторов. За перво-выконание плана – обовязковая премия. Коли техника не подведе, за месяц можно отримать коля 2 тысяч рублей. Причем, это будут саправды заробленные гроши. Рассовный день коля 12 годин с невеликими перепынками. Первая культура, якая уносится у хлеба – овес. И он устойливый до морозов, и мягчимые ночные понижения температур шкоды не принесут. Куды больше важно сегодня заховать у хлебе вильгать. С этой нагоды в Лоевском районе селеты звернулися до миллиараторов. Меркуется, что с допомогой специальных земляных перамычек можно будет повысить узровень грунтовых вод и таким чином забеспечить рослинам больше комфортные умовы. Пустим влагу, соответственно, не получим урожая. В прошлый год очень сложный был, у нас все засушило. И мы стараемся в оптимальные сроки агротехнические, то есть по наличию влаги, почвы, произвести эти все работы. Мы должны все-таки начало схода семян получить хороших, дружно. Ну, соответственно, дальше путем агротехнических приемов будем уже стараться удерживать эту влагу и помогать растениям расти. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадио-компания «Гомель», Лоевский район. «Гомсельмаш» начинает отгрузку 20 сборных уборочных комбайнов у КЗС-812 в Зимбабве. Техника будет отгружаться у некольких этапов на протягу, прикладно, двух тыднях. 10 комбайнов отправить на этом тыдне, остальные – на наступном. Меркуется, что для доставки будут заденечены два порты – у Литовской Клайпеде и российским Санкт-Петербургу с перегрузкой в Германии. У шляху до Зимбабве белорусские комбайны проведут прикладно от трех тыднях до месяца. Сегодня на поширенном посаджении президиума Гомельского областного объединения профсоюзов обмерковали ход выполнения трехбакового погоднения. Нагадаем, документ подписали на три годы облаканкам союзной мальников и профессийные союзы региона. С момента официального початку деяния погоднения прошло полгода. Надо еще час проверить темпы унесения новых нормов у коллективные договоры. Наступный крок – контроль за выкананием нового ведения. Плановая работа ведется штоденна. Обученные специалисты на районах и у областных центров провели встречи в прационных коллективах, где расплумачили нормы трехбакового погоднения. Многие организации уже унесли изменения в свои коллективные договоры, иншие – в процессе. У постановлений сегодняшнего президиума значится подрыхтовать до 1-го жнивня информацию об выканании цене, выканании нормы погоднения за первые полгода 2020 года. Полугодичный срок мы только лишь начали эту практику судебную. Тем более, вступивший в силу в январе этого года Трудовой кодекс пошел даже нам в помощь нашему соглашению. И сейчас есть масса возможностей в большей степени защитить наших людей от каких-либо нарушений. На сегодня в регионе уже есть встановочий приклад, когда граждане наодновили на прационные места, виновата на подставе новых нормал трехбакового погоднения. Будинок былого детячего дома в Новобелецком районе Гомеля перепрофилюют под детячий садок и группы продолженного дня для вучния у початкового звена середней школы номер 15. Такое решение принял старшиня Гомельского облаканкама Геннадь Соловей. Тема поширения и развития социальной инфраструктуры микрорайона «Хутор» на особистом контроле губернатора. С вопросом обхода распространения проектной документации для строительства новой школы Жихарка микрорайона звернулась в прошлую субботу на прямую телефонную линию старшине облаканкама. Геннадь Соловей заповнил, что эта работа идет. А кроме того, принято решение об измене профилю детячего дома на улице Жамчужной. Его выхованцы переселят этот детячий дом у Мазыры або размеркуются семьи. На вызволенных площах на первом поверхности разместится детячий сад, на другом и третьем группы продолженного дня для вучния у средней школы номер 15. До речи, в ближайший час будут выделены сродки на распроцовку проектной документации нового детячего садка в микрорайоне «Хутор». После его подавництва в 2022-2023 году в былом детячем доме разместится поликлиника. В Рогачеве открыли рух по новой объездной дороге и автомобильным мостом Празднепр. Ёншасова звяжа Бераги, поколь будуется новая капитальная конструкция. На его узведение с уладкованием подъездной дороги спотребилось около 5 месяцев. Як распавялись специалисты предприемства «Гомель-Аутодар», мост протяглостью больше, как 288 метров, поспехово пройшел выпробование под нагрузкой колового транспорта. Открытый рух у двух напрямках. Ранее конструкции на одном из пролетов старого моста были признаны аварийными. А май за 60 годов службу сбудование зносилось и ремонту не подлегало. Его место займет новая капитальная побудова, которую плануется открыть в 2021 году. После этого часовую переправу разберут. Это и так сама иншая новина. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Остались только стены и пепелище. Трагедия в Будокошелевском районе. В деревне Городище на пожаре в частном доме погибла женщина. Когда спасатели прибыли на место происшествия, кровля дома и потолочное перекрытие уже обрушились внутрь деревянной конструкции. Пожарное извлекли из-под завалов тело 68-летней женщины. Это оказалось знакомой хозяйке дома, которой разрешили в нем проживать. Со слов соседей, женщину часто видели сигареты. Неосторожность с огнем при курении пока главная версия причины возгорания. Всего за минувшие сутки в Гомельской области произошло пять пожаров. Помимо строений пострадала одна единица техники. Вот так полыхал дачный дом в деревне Акулинка Мозорского района. Огонь охватил пристроенную часть. Спасатели предполагают из-за нарушений правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. А это возгорание легкового автомобиля «Киа» в Гомеле на улице Островского. Пострадавших нет. Вероятнее всего, это произошло из-за неисправности электрооборудования автомашины. За день до этого пожарные спасли из огня пенсионерку. Они приехали по вызову в деревню Рудня Житковического района. Женщину нашли на полу в задымленной комнате деревянного дома. Медики провели реанимацию. В Мозоре пенсионерка вырвала у незнакомки клок волос и тем самым помогла милиции в изобличении преступницы. 8 марта пожилая женщина обратилась в просьбу отыскать грабительницу, которая под видом непрошенной гости проникла к ней в дом, украла деньги и две бутылки водки. Это был второй визит незнакомки. Во время первого она рассказывала пенсионерке о своей сложной судьбе и больной дочке. Тем не менее, когда представился случай, воровка тут же взяла себя в руки. А заодно и то, что плохо лежало у пожилой женщины. Тысячу рублей, которые она нашла в кармане куртки хозяйки и несколько бутылок спиртного. Пенсионерка попыталась задержать преступницу и вырвала у нее прядь волос. Когда милиция задержала злодейку, это стало доказательством ее вины. Незнакомцы представляются соцработниками, сотрудниками ЖКХ, газовой службы, исполкома. Придумывают истории о замене денег в стране, переписи населения, необходимости установки газовых датчиков, фильтров для воды, продают посуду, одеяло и так далее. Могут представляться иностранцами, оставшимися без денег, давить на жалость. В общем, использовать любые приемы, чтобы проникнуть в жилище. Это была последняя информация выпуска. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В доме футбола состоялась жеребьевка календаря предстоящего чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. На старте болельщиков ожидают сразу несколько областных дерби. В первом туре гомельский локомотив принимает светлогорский химик. Гомель на домашнем газоне сыграет с новополоцким нафтаном. Ричицкий спутник также начнет чемпионат на своем поле поединком против Сморгони. Во втором туре нас ждет гомельское дерби. Сойдутся локомотив и гомель. Хозяева поля зелено-белые. Спутник отправится в гости кашмяным. Химик в первом домашнем поединке сыграется столичным НФК. В первой лиге сыграют 14 команд. Старт чемпионата намечен на 25 апреля. Определены пары полуфиналистов Кубка Беларуси по футболу. Мозорская славя путевку в финал оспорит с Борисовским Бате. Брестская «Динамо» сыграет с «Шахтером». Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные на 29 апреля. Финал турнира намечен на 24 мая. Поединок женского чемпионата Беларуси по гандболу между Гомелем и БНТУ «Белас» пройдет при пустых трибунах. Матч состоится завтра на арене Дворца игровых видов спорта. Такое решение принято в связи с профилактикой распространения инфекции, вызванной коронавирусом. При этом болельщики смогут наблюдать за противостоянием принципиальных соперников. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте Белорусской федерации гандбола. Начало в 19.00. Гомельские грации заняли второе место в общем зачете Республиканских Олимпийских дней молодежи по художественной гимнастике. Состязания проходили в Гродно. В индивидуальных видах программы в упражнении с мячом золотую медаль завоевала Злата Дятлова. Три награды у Маргариты Тимошенко. В упражнении с обручем серебро и две бронзы в упражнениях с мячом и с лентой. Также бронзовые награды завоевали в упражнениях с мячом Кира Корнилова, в упражнениях с булавами Ксения Петрова. В групповых упражнениях гомельская команда завоевала две бронзовые медали. В упражнениях с лентами и в многоборье. Отметим, что воспитанницы гомельской с дюшор номер 4 второй год к ряду занимают второе место в итоговом протоколе Республиканских Олимпийских дней молодежи. Побеждают столичные гимнастки. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.